Лето, дача. По дачному посёлку идёт обыватель. Средних лет и сразу очевидно, с первых строк очевидно, что это самый обычный человек, это самая такая человеческая середина. И вдруг он перед колесом своей дачи обнаруживает кулюк. Сверток разворачивает, а там младенец, подкидыш. И он вспоминает, что совсем недавно у них была служанка, с которой у него был роман. И когда она забеременела, она приступила к нему. Дай пять тысяч, барин, Ирина Славлю. Он дал пять тысяч и благополучно забыл. Вот теперь кулюк. Его первая мысль избежать. Взять этот кулюк, переложить на соседскую дачу богатых и бездетных купцов. Но он из любопытства разворачивает и уже, делая несколько шагов туда, он замечает, что младенец, как всякий отец, он уверен, что младенец на него похож. Он замечает, но с горбинкой, как у него, что я делаю, что я делаю, я свое дитё несу к чужому крыльцу. И тогда он решается. Он поднимается к чужому крыльцу, говорит жене, вот, помнишь, была главюшка, был с ней грех, у нас детей своих нет, будем воспитывать, кидает кулюк на диван и, не помня себя, вылетает из комнаты. А там истопник во дворе, стоит, почёсывает затылок. Барин, что такое случилось? Соседская служанка зашла, вы не разрешаете баб водить, ну как по летнему времени без них? Пришла, ребёнка оставила младенчика, пока мы там с ней разговаривали, вышли, нет ребёнка. Ну, он что, он бежит к жене, что смотришь, дура, я пошутил, и возвращает ребёнка. Рассказ окончен. Вы узнали автора. Это Чехов. Лето дача, это Чехов. Ещё блок, но блоку совсем другое настроение. О чём рассказ? О чём рассказ? Рассказ вот о чём. Самый обычный обыватель, который привык жить обыденной жизнью. Мы с вами говорили, до непосредственного сознания текст предшествует сознанию. И этому человеку всегда предшествовал текст, он всегда знал, что делать. Всегда текст был прежде него. И в молодости, и в зрелости. И вот сейчас ему Да? Кто? Слушай, я тебе перезвоню, мне лекцию. И вот произошло событие. Причём событие не гром грянул. Событие, в общем-то, конечно, не частое, но житейское. Которое впервые выбило его из текста. Текст всегда ему предшествовал, но вот событие, которое сделало его нагим. Ему впервые в жизни нужно совершить поступок. Поступок не персонажа. Он всегда был персонажем. Это всё диканька. И вдруг от него требуется авторский поступок, потому что ещё не написано текст, как ты будешь объясняться женой по поводу супружеской измены. Да ещё закончившийся младенцем. Нет такого текста. И он его первое естественное желание избежать. Перенести на чужое крыльцо. И вот оно, крыльцо, соблазнительно рядом, богатые, бездетные купцы. Но зная, думая, что это его собственный ребёнок, он впервые в жизни совершает поступок, то есть авторское действие. Из персонажа превращается в автора. Кто у нас с вами автор? Печорин. Онегин. Люди-авторы. А здесь, ну, так происходит у Чехова. У Чехова банальный человек. Вот скажите, Грушницкий может превращаться в Печорина? Смешно же? Печорин может понять Грушницкого и понимает его прекрасно. Но Грушницкий не может понять Печорина. Грушницкий в тексте и не знает, что такое быть вне текста. Совершить авторский поступок, стать автором текста Печорина, Грушницкий этого не знает. Не знает этого Еленский, но знает Онегин. У Печорина происходит то, чего не происходит. Происходит то же самое, но то же... У Чехова происходит то же самое, но происходит так, как не происходит у Пушкина и Ревантова. Человек невольно встаёт в позицию. Человек невольно превращается в автора. Но невольно оказавшись в этой позиции, он ей соответствует. Чужое крыльцо рядом, соблазнительное рядом, удобно. Но он всё-таки сам себя боясь, в ужасе от самого себя, он всё-таки берёт младенца и... И вот первый и последний раз в жизни человек совершает поступок. Он же жизнь прожил, он ни разу поступка не совершил. Первый и последний раз в жизни он совершает поступок. И что? И оказывается смешным. Понимаете? Оказывается смешным. Оказывается, ребёнок вовсе не его, и, в общем, оказывается смешной рассказ. Печорин и Онегин трагичные. В этом случае драматичные. Человек, оказавшийся в рефлективной позиции, оказывается трагичен силой этого. Как Печорин и как Онегин. А здесь человек, оказавшийся в рефлективной позиции, смешон. Смешон. Смотрите, совершаются две неудачи. У Чехова произведение строится на двух неудачах. Первая неудача выбивает человека из текста. Чехов делает его Нагим. И когда он это преодолевает и возвышается над текстом, происходит вторая неудача, которая делает его нелепым. Не трагичным, а нелепым. Чехов прекрасно понимает... Чехов прекрасно понимает свой метод. Он говорит, у Достоевского моря слез там, где место париколож. Париколож. Резинов. Достоевского моря слез там, где место париколож. И действительно, то, что у Достоевского рефлексия трагична, у Чехова смешна. То есть человек, возвышенщийся до автора, оказывается осмеян. Почему так? Ну, потому что сей человек. Это у другого писателя скажет, что это звучит гордо. У Чехова сей человек. Попытка человека, казалось бы, возвыситься, подняться до... В первой жизни подняться до разумного, рефлективного, авторского поступка, завершается хохотом. Лето, дача. Муж, жена и племянник. Муж такой же точно, как и в предыдущем рассказе. Ну, и все там такие же, как всегда у Чехова. Самая человеческая середина. И вдруг он, муж, получает записку, написанную ящным, явно женским почерком и пахнущую тонкими дорогими духами. Он разворачивает записку и читает «Я больше не могу скрывать. Я вас люблю. Люблю страстно. Я молода и хороша собой. Будьте в три часа пополудни в третьей беседке направо полю». С этим человеком мы понимаем, что с этим человеком даже в молодости не происходило ничего романтического. Даже в молодости он был самым прозаическим существом и все, что он сделал в своей жизни, это женился. Всю жизнь он и думать не думал о романтике. Он называет себя старым угрем и такими является, безусловно. И вдруг такое. Но его первая мысль, мы помним первый рассказ, да, первая мысль избежать. Естественно. То есть просто выбросить записку, забыть об этом. Но враг человеческий, говорит, человек усилен. И он принимает вызов. Вы понимаете, что значит для уже немолодого, совершенно решенного романтики человека взять и пойти навстречу приключению. Пойти к этой молодой и хорошей собой незнакомке, дабы окунуться. Это Шекспир. В бой пошли всю кровь. Пусть в полный рост твой дух отважный встанет. Вот что это такое. Это Шекспир. Жена спрашивает его, что это ты к обеду так нарядился? И что это ты после обеда не собираешься спать, что ли? Он что-то бормочет глухое. И после обеда выходит в арею и в третьей беседке встречает племянника, в которой все это готовят, сказали. Машка. Выйди, прошу тебя, оставь эту беседку. Перейди вдруг. Почему ты должен переходить в другую беседку? Выйди, я тебя умоляю, я тебя никогда ни о чем не просил. Я тебя умоляю. А я с принципа не уйду. Вот возьму теперь и не уйду. В это время в беседку заглядывает шляпка. Женская увидела в двух, скрывается. Муж в ярости. Я тебя ненавижу. Ты погубил всю мою жизнь. За ужином они встречаются и, не глядя друг на друга, уснулись в тарелку. Каждый в свою. Рассмотрит на него. На них. Да ладно вам. Это я вам послала эти письма, эти записки. А то надо полы помыть в доме, а вас вечно не выгонишь никуда. Смешно. Безусловно, смешно. Но вы видите, что рассказы совершенно идентичны? Опять два события. Конечно, получение за любовной записки не разогнать неудачей, но это потрясение. Это то, что выбивает из текста. Неудачи я называю для текстового человека, для человека-персонажа, неудачи называют то, что его выбрасывают из текста. Не обязательно неудачу в строго смысле слова, но выбивать из текста – это, конечно же, потрясение. Первое событие выбивает из текста – человек поднимается над собой. Человек поднимается над собой. И оказывается в этом авторском положении, в этом, если угодно, авторском подвиге, оказывается нелеп. В этом первом и последнем в своей жизни поступке оказывается нелеп. Опять две неудачи. Первое выбивает из текста, а во втором, поднявшись над текстом, оказывается смешон. «Лето, дача». Ну, чтобы не множить сюжеты, пусть у нас всегда будет лето и всегда, и всегда будет дача. Муж. Я уже не буду его характеризовать, сами понимаете, какой муж. Обыкновенный. Муж как муж. Муж за обедом ел... Что же не ел-то там? Окрошку. Ел окрошку, куда было переложено луку. И у него разыгралась изжога. У него была привычка по летнему времени спать после обеда. Что он по привычке и сделал. Но из-за изжоги заснуть никак не мог. Он стал ходить по дому, заглянул к жене и видел сцену, которая интереснее и сна, и газет. После обеда. Жена в позе Клеопатры, отравляющейся змеями, лежала на диване. Перед ней на коленях стоял репетитор их сына. Молодой студент. И губы слились длительным поцелуем. Ну вот так. Так откроешь дверь и вдруг. Ну, понимаете, если бы это был испанец, он бы знал, что делать. Это его не выбило бы из текста. Наоборот. В текст бы взвело. И он с увлечением исполнил бы то, что написано в этом тексте. Если бы это был испанец. Но это русский обыватель. И он не испытывает ничего, кроме сознания, что все это очень глупо. просто глупо. И что ему делать? Хотеть утюг, убить обоев? Или сказать извините и закрыть дверь? Более нелепой ситуации не возможно себе представить. Более нелепой ситуации нельзя представить. И ничего, еще раз повторю, кроме того, что это все крайне глупо, он не чувствует. И жена ничего больше не чувствует. Но как-то поступить надо, понимаете? Как-то поступить надо, и он находит вывод. Знаете, как он поступает? Он говорит хм-хм. И это смешно. Здесь две неудачи чеховские сходятся в одном месте. Одна неудача выбивает из текста, а вторая неудача делает человека смешным. Нелепо. Вернувшись в свою комнату, он потом снова возвращается к жене. Они как-то промямливают эту тему. Он ее не упрекает, потому что она ему говорит, что ничего не было. И он говорит, да я и понимаю, что ничего не было. Но время это, время студент, ошарашенный и перепуганный, бегает по саду как заяц. И тогда муж решается на еще один поступок. Он скрещивает руки на груди, брови. выходит сад, вы меня обесчестили, молодой человек. Теперь вы должны взять жену под свою фирулу. Я первое время буду помогать немного. Ну а мальчику взять жену под фирулу лучше застрелиться 10 раз. конечно. Или я вызываю вас на доверие. Мальчик в ужасе полном. Он переждав паузу, очень довольный муж, говорит ему, да ладно вам, но зачем вам эти бальзаковские прелести. У вас просто вкуса нет, молодой человек. Смотрите, какая свежая служанка идет с ядром. Просто у вас вкуса нет. И они, взявшись под локоть, уходят в поле. Вот весь рассказ. Две неудачи сходятся в одном месте. Человек выбит из текста впервые в жизни оказывается в ситуации, о которой нечего сказать, кроме того, что это очень глупо. И он одновременно оказывается смешом. Как видите, Чехов очень по-своему подходит к ситуации рефлексии. Рефлексия это то, в чем человек преодолевает свою подгласность текста. Это то, в чем человек преодолевает свою непосредственность. И если у Пушкина, Лермонтова, Достоевского, мы это видели, если у них есть два типа персонажа, персонажа, вот Печорин, вот Грушницкий, вот Настасия Филипповна, вот Тотский, вот Онегин, вот Ленский. Если на этой оппозиции строится собственно произведение, если это два совершенно разных типа человека, ведь мы помним, что Печорин завидует Грушницкому его непосредственности, но он не может стать непосредственным, потому что таков тип, столько ума, попросту говоря, человека, что он не может стать непосредственным. Хотел бы даже иногда, и завидует иногда, но не может, потому что он другой. То Чехов совершенно неожиданно подходит к теме рефлексии. Он самого обычного человека, далеко не рефлективного, ставит в положение вынесенности из текста. выбитости из текста и человека, пытающегося совершить авторский поступок, что заканчивается лишь нелепостью. Если все писатели до Чехова в рефлексии, русские писатели в рефлексии видели трагедию, то Чехов совершенно неожиданным образом подошел к теме, к той же, самое-то важное, что к той же теме, к теме рефлексии, он видит в ней комедию. Попытка человека подняться над обстоятельствами комедийна для Чехова. И в этом есть своя глубина. Никто и никогда, кажется, не писал о христианском значении Чехова. Но именно с чеховской позиции и видно необходимость божественной помощи человеку. и видно необходимость обращения человека к Богу. Потому что все человек. Человек не звучит гордо. Ну что, пропала лекция, да? Микрофон убьет эти луки, да? Лекция не пропала, но запись пропала. микрофон очень чуткий. он. Книжная мэрия Печорин замечает, что именно в состоянии рефлексии осознается особенно остро суд Божий. Вот только в одном месте уж, кто, а Лермонта вообще о Боге ничего не говорит. но в одном месте есть, есть, Печорин говорит, именно в состоянии рефлексии осознается суд Божий. Так вот, в той позиции, в которой Чехов застает человека, позиции, казалось бы, торжества, казалось бы, авторства, казалось бы, впервые проявленной силы, и когда он оказывается именно в этот момент смешон, правосудие Божие чувствуется наиболее остро. Умоление человека, если мы говорили про Достоевского, что там самосознание заключается в сознании вины, самосознание у Достоевского заключается в сознании вины, в сознании греха, то у Чехова впервые пробудившееся самосознание оказывается ничтожным, осмеянным. И в этом есть сходство. Впервые пробудившееся сознание оказывается ничтожным и осмеленным почему-то самосознание в оси и русской литературе по крайней мере говорили мы всегда связывается с ничто вот смотрите хава брут тоже впервые в жизни поднимает глаза на вели совершает от рефлексии пытается познать зло познать а не просто его перекрестить закрестить познать зло поднимает глаза на вели в этот момент торжества рефлексии непосредственно в хаме брут брутия в этот самый момент он умирает поднявшись до рефлексии именно в этот момент хама брут умирает герои достоевского обретают самосознание сознание своего ничто сознание своей вины и поэтому держится за вину герои достоевского обретают самосознание в сознании имены ни в чем другого настоя филипповна не может настоя филипповна не может отрешиться от самоосуждения потому что в этом она видит саму себя и очень по-своему это делает чехов именно в момент самосознание человек оказывается нелеп жалок четверо и у хамы брута и у нас асти филипповны и в рассказах чехова самосознание совпадает сознание ничто то есть не вообще не что я не а буддистом не что говорю а а ничто самого себя мы смеемся над человеком человеком заставляет насмеяться на человек на человека именно в момент самосознания и таким образом заставляет постигнуть правосудие божие очень по-своему если русская литература занимается рефлексией рефлективного сознания его отношение к непосредственному сознанию естественно если русская литература занимается рефлективного сознания она делает это очень по-разному у пушкина и лермонта это просто самосознание то есть авторство в чистом виде у достоевского это уже не авторство осознание вины а у чехова это смех мы смеемся потому что все человек воображение мечта более рефлективное состояние нежели непосредственность существовать поэтому мечта это то куда человек может укрыться случае неудач а неудача в пункте мы называем выбитость из текста вот выбитый из текста человек может уйти в мечту и и что тогда рассказать аптекарши возьмем провинциальный русский городок не из золотого кольца а вот совсем провинциальный русский городок без кремля вы бывали в таких городах я несколько раз бы в мой день бывал побывал в городах на третий день там хочется удавиться потому что кроме пыльные улицы и невыразительных домов не сообщение чего однажды я шел подобрали я отвлекусь на минуточку это не рассказы чехова это мой мой рассказ я шел по этому городку и вдруг мальчишки меня закидали камнями стаи мальчишек лет 10-12 не совсем маленьких закидали меня мелкими камнями мелкими натура больно не убьет конечно но больно а главное странно ни в того ни в силу один иду по улице вдруг у меня стаи мальчишек забрасывают камнями я быстро понял в чем дело я другой я не такой как люди в этом городе я даже понял в чем я другой в этом городе люди всегда чем-то заняты что-то делают они или идут или несут или пьют или разговаривают они что-то заняты а я абсолютно правильно я ничего ничего нет никуда не шел это очевидно я просто плелся на казанову глядя глядя еще под ноги и ничего не нес ничего не пил не курил мне ничего не делал а такое состояние им не знакомо мальчишки почуяли во мне чужака чужого и закидали камнями ну смеялись смеялись показывали пальцами когда лишь камни камнями вот ну и вы понимаете да что это та же самая диканька и всякий чужой это хаос он не принимается поскольку был чужой то у меня были уже рога и хвост и копыты поэтому я надо было закидать камня мне не закрещиваешь еще немного они стали бы закрещиваешь есть если бы умереть меня к черту закрестили вот такой городок на краю города стоит аптека мне нижнем этаже сама аптека на верхнем тоже живут аптекарь муж и жена аптекарша и жена сидит у окна и смотрит на эту пыльную дорогу посмотреть больше не нужно просто сидит и смотрит арену городком расфортировался полк армейский и два офицера возвращались из города слегка подвыпившие веселые склонное приключение возвращались пол расположение полка по этой дороге и громко разговаривали думаешь их никто не слышит а ты заметила виды говорит другому как хороша хорошенькая какая аптекарша у этого аптекаря у которого совершенно лошадиная ослиная челюсть как он такую тоже еще заприметил приобрел такую красотку вы да заметила слушай давай зайдем в теки должны по ночам работы вдруг повезет вдруг муж спит а она нас обслужит все время в аптеках качестве лекарства вино предлагалось даже можно было бы посидеть болзать а все хорошо что это слышит и сердце у нее как у птички дверь звякает муж не просыпается и молодая женщина прямо опять же птичкой слетает вниз открывает дверь завязывается легкий небольшим отец конфликта разговор достается вино и и они только разговорились только разбеседовались как проснулся муж спустился вниз обругал за то что она не записала книгу расходов покупки офицеры естественно поклонились и вышли муж поднялся наверх и опять заснул а жена поднялась наверх села у того же окна уставилась на дорогу и тихо сказала боже как я несчастный вот рассказ что произошло у молодой женщины с офицерами это была мечта это не была измена она не собиралась изменять мужу это была мечта о той жизни которая она решена она размечталась в одном земле американского писателя есть рассказ называется измена тому женой сидят ночью что-то пьют но жена выходит в поле там куда-то раскидывает руки отдается ветру и звездному небу рассказ называется измена там возможно была измена хотя там не было мужчин здесь было даже два офицера но измены не было чего не было так это измены это была мечта упоенность мечтой о той жизни где есть офицер где есть светский разговор где есть жизнь для молодой женщины и которая она решена на самом деле вот мы опять видим эти две чеховские неудачи но теперь как бы в другом измерении до жизни получилось она оказалась в этом городке безвыходным без бесцельным и бессмысленным но можно уйти в мечту вот когда мечтать не дается вот когда это очень тихо 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 когда мечтать не дают от жизни одни удачи в жизни можно уйти в мечту поделаться в том что и мечтать не дают смотрите опять чеховский рассказ начинается с неудачи молодая женщина сидит у окна и смотрит на пыльную дорогу это уже состоявшаяся неудача чехов это интересно жизнь не состоялась она у жизни нет текста в жизни нет текста жизнь не получается это начало рассказа начала всякого чеховского рассказа уже уже у жизни нет текста до человека нет текста нечем жить молодой женщины должны быть вокруг офицеры там ухажеры комплименты ничего этого нет вместо этого пыльная дорога бы занавес поднимается перед нами женщина уже состоявшиеся неудачи чего всегда начинается с первой неудачи но за ней обязательно следует старая неудача потому что женщина может уйти в мечту то есть своего своего рода рефлексию это еще не конец это женщина может преодолеть она может уйти в мечту но и мечтать не получается это вторая и окончательная неудача взыскующая правосудие божьего это и так строятся чеховские пьесы поднимается занавес и мы видим человека перед неудачи три сестры поднимается занавес перед нами три сестры в которых жизнь закончилась вместе со смертью отца жизнь была когда был отец было общение было богатство были были вечера были люди теперь когда они нас на жалкую вечеринку свою приглашаются никто из приличных людей к ним не идет приходят всякие вот поесть что ли совершенно случайные люди что не интересные люди поднимается занавес перед нами три сестры для которых жизнь закончилась правда осталось в москву в москву но что это очень важно понять для понимания чего что это это надежда или мечта когда говорят о мечте имеется ввиду два совершенно разных и противоположных состояния первое состояние когда я надеюсь мечту осуществить я мечтаю стать генералом в том смысле что я энергично все это делаю и мое воображение только подхлёстывает меня в действие и другая мечтательность собственно мечтательность когда недостаточно представить себя генералом и палец за палец его дырец вы не забирают вы не генералов это моя мечта это противоположен смысл мечты смысла мечты какую мы имеем на самом деле здесь мечту кто ты такую вторую в том то и дело что вторую всегда играют и понимают сколько я видел первое а тогда получается пустяки получается что было молодых девушек была надежда а жизнь заела и в москву они не собирались ехать в москву они самого начала не собираются ехать москву 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 это самого начала мечта у них не осталось жизни вместе со смертью отца но осталась способность мечтать и вся пьеса заключается в том что в конце этой пьесы они теряют эту способность они перестают мечтать не так жизнь устроена что не осуществляется наши надежды а также устроена что мы теряем способность мечтать даже когда собственно ни на что не надеемся смысл пьесы не в том что не осуществились надежды еще расскажу а в том что не осуществляется что потеряна способность мечте которой жили очевидно что все эти девушки именно живут мечтой москву москву они живут этим и в конце пьесы получается так что они теряют это эту способность теряет то чем они только и жили а значит и все в жизни уже в жизни уже не оказывается мечты и в этом собственно вся история дядя ваня поднимается занавес и мы видим людей закончивших жить людей закончивших жизнь поднимается сценами застаем дядю ваню не в период когда он жертвовал собой ради своего идола ради человека который блистал в петербурге писал книги что читал публичные лекции великолепные на которые собиралась куча народу все дядя ваня всего отдал себя себя своему идолу этого это все мы узнаем только и слов когда понимается занавес дядя ваня уже убежден что его идол вообще ничего в искусстве не понимает что он пустое место чтобы лопнулся пузырь что что он дядя ваня служил пустому месту всю жизнь отдал себя пожертвовал собой ради ничтожества и в таком же положении находятся все остальные жена этого идола молодая женщина доктор астров молодая лично вышла за известного ученого вышла из восхищения вряд ли по любви большой из восхищения им готова была жертвовать собой и жертвована река своей молодостью красотой но к тому к тому времени когда поднимается занавес она уже точно знает что он ничтожество что что он старик пораженный а так старый подагрик и больше ничего он изводит его свою 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 подагрой и больше в ее жизни ничего нет доктор астров уже давно тяготится своей практикой занимается какой-то совершенно ерундой спасает леса там увлечено рассказывает про леса это поведение человека который исчерпан спасать леса берутся те люди которые уже исчерпали себя это и печень все находятся в одинаковом положении когда поднимается занавес перед нами люди потерпевшие неудачу жизни понимаете написано бездна произведений как жизнь ломает людей об этом написаны пишут все все русские и нерусские писатели начиная человек бодро и весело когда-то астров можно представить и как он приехал когда-то полный полный таких очень типичных для русской интеллигенции идей служения идей жертвования это совершенно банально для русского интеллигента и то что дядя Ваня служит своему идолу жертвует собой это тоже вообще говоря общее место русского интеллигента пожертвовать собой это просто вот хребами кормить да и собой пожертвовать и написано бездна вещей когда про этого доктора астрова или про дядю Ваню когда они начинают бодро и же бодро начинают свой жертвенный путь путь служения и в конце жизни оказываются опустошенными и беспомощными в этом смысл подавляя огромного количества хорошей литературы хорошая добротная литература у Чехова начинается позже когда у всех заканчивается у Чехова начинается у Чехова поднимается занавес перед нами опустошён нормальный писатель молодого астрова как они работают трудятся истощаются их силы как они понимают что они зря потратили свои силы что им голос не поднято что нибудь еще и вообще служили не тому и даром служили вот вся пьеса была бы вот так построена у Чехова поднимается занавес перед нами опустошенный астров опустошенный дядя Ваня опустошенная молодая жена с этого начинается большая пьеса дядя Ваня и доктор астров влюбляются в молодую женщину в молодую жену писателя но посмотрите что она отвергает любовь дяди Вани и готова как бы принять этого просто боится любовь астрова отзывается на эту любовь но не решается что все таки но дело не в этом дело в том что предлагает дядя Ваня и астров что эти два человека предлагают они не предлагают возродиться в жизни они не предлагают начать жизнь сначала а тогда что все эти глупости начнем жить сначала давайте ну и возраст не тот и силы не идти ни у того ни у другого этого нету а тогда что предлагают они предлагают помечтать о любви они предлагают просто помечтать это же невозможно читать без смеха когда доктор астров уговаривает молодую женщину поехать в лесную сторожку и провести там некоторое время ну что это это что это предложение чего по-быстрому переспать что ли ну что такое что еще можно вложить в эту в эту в это предложение а это предложение запустить воздушные шарики разноцветные и посмотреть на них некоторое время просто посмотреть на воздушные шарики еще раз астров не предлагает возродиться не предлагает новую жизнь он уже не верит в новую жизнь но у него есть мечта которую он связывает с этой красивой молодой молодой женщиной и дядя Ваня абсолютно то же самое предлагает то есть люди у которых осталась способность мечтать люди у которых осталась способность мечтать но этой но этой мечте при этом не суждено осуществить не сбыться они не надежды питают а хотят это тонко но это это можно понять опять же он не надеждами питает а хочет вместе помечтать о прекрасной жизни которая не состояла целью является не осуществление мечты а целью является сама мечта провести там пару часов пару часов старушки это не осуществление какой-то мечты честное слово это непорядочная женщина она сама вполне порядочная русский интеллигент вот нет это не осуществление какой-то мечты а это желание просто самой мечты и когда в конце пьесы совсем уже смешно когда уже собрались уезжать писатель женой доктор астро предлагает ей напоследок когда они уже собрались ехать уже там чуть ли не не лошади поданная он предлагает ей последний поцелуй о о о это предложение последний поцелуй но чем может быть одушевлено это предложение это что гимназия пятый класс и и она когда она соглашает позволяет этот поцелуй позволяет этот поцелуй она что хочет а в этом поцелуй как раз и есть они оба мечтают этот поцелуй и есть как вот аптекарь ее возня с офицерами это это мечта и не более того она ничего не желает она просто мечтает ничего не осуществляет и мысли об измене там о дюльтере какого-нибудь у нее вообще в голове нет но мечта есть мечта упоительная так и здесь этот последний поцелуй это упоительная мечта упоительная мечта посреди которой появляется дядя Ваня и попадает в глупое положение совершенно не желающий того дядя Ваня появляется случайно ну хорошо не получилась быть человеком буду я чайкой я чайка я чайка но и чайки быть не дают вот чешоцкая ситуация когда не дают быть чайкой когда вся целью человека стать чайки потому что человеком не получилось бы чайкой быть не дают Как видите опять две неудачи Вся, все действие в пьесе протекает между двумя неудачами. С первой неудачи начинается неудача жизни. А вторая неудача – это не дают мечтать. Не дают мечтать. Субтитры создавал DimaTorzok В крыжовнике человек мечтал завести свой домик и выращивать вкусный, вкуснейший, сладкий крыжовник и есть его. У него не вышло, и он не вышло в том смысле, что крыжовник страшно кислый оказался. Невозможно его есть. Но человек все-таки ест и испытывает наслаждение. Это совершенно невозможное, сжимающий ворот крыжовника, он все-таки ест и испытывает наслаждение. Это человек, который явно мечтает. По жизни не получилось. Не вышел хороший крыжовник. Не получилось. Мечтал об этом. Мечтал в смысле надеялся. Именно как раз в этом смысле мечтал. Деятельно мечтал. И таки купил землю, и таки посадил крыжовник, и таки ухаживал за ним самозабвенно. Но вырос кислый крыжовник. И теперь он занимается тем, что он жует этот крыжовник и испытывает наслаждение. Человек смешон в мечте. Мужики по зиме заложили ружья. Ну, пили зимой много, и заложили ружья, чтобы бутылку лишнюю купить. А денег за залог вернуть нету. А самое время птицы лететь. Самое время птицы лететь, и они выпрашивают у него ружья. Ну, дай их просто пострелять, мы вернем. Время же охоты, мы всю жизнь в это время охотились. Ну, дай, он не дает. Тогда они выходят на то место, где они обычно ждут птиц с ружьями, без ружья. Поднимают вот так вот руки, как будто у них есть ружья. И в ужасе смотрят друг на друга. Человек, ушедший в мечту, оказывается смешон, так же, как человек, поднявшийся над текстом. Они в этих позах стоят, взрослые мужики, в этих позах стоят, как будто у них есть ружья. Этот уход в мечту оказывается смешным и нелепым. Не осуществляется мечта. Не осуществляется мечта. Одна неудача и вторая неудача. Еще раз скажу заключение. Мы видим, что в русской литературе самые значительные писатели обсуждают проблему рефлексию как проблему неудачи. Потому что Онегин и Печорин – это все-таки неудача. Объемлемо неудача. Все, что мы разбирали, объемлемо словом неудача. Рефлексия, казалось бы, то, что возвышает человека по общему мнению. Мысль, разум, возвышение над текстом, преодоление обстоятельств. Все эти общие слова все хорошо знают, но в русской литературе рефлексия всегда оканчивается неудачей. Авторство Печорина и Онегина заканчивается неудачей. Блестящее совершенно авторство оказывается не более, чем еще одним написанным текстом. Они осознают себя как, свой опыт, свою жизнь как неудачу. Достоевский тем паче саму рефлексию видит в сознании греха. Причем у Достоевского безвыходного греха. Достоевский человек не обращается к Богу за помощью, он остается в сознании греха. То есть в трагической ситуации. И у Чехова рефлексия, либо в форме самосознания, либо в форме воображения, оказывается неудачей. Оказывается этим зеленым крыжовником, который поедает человек, воображая, что он на самом деле не зеленый. Он же воображает себе, что он не зеленый, упивает эти воображения, но оказывается смешон в этом положении. Рефлексия основная тема русской, классической. И не только русской, мы же сами задействовали не только русскую литературу. Но, по крайней мере, основная тема русской, классической литературы. Я благодарю вас за работу. Приходите в следующий раз на зачет. Все, спасибо.